Саид Мурот, Давлатов. Я и деньги. Мыслить, как богатый человек. Первая часть. От автора. Уважаемый слушатель, книга, которую ты слушаешь, основана на практике и является осмыслением моего пути к достижениям и успеху. Она содержит знания, данные мне моими наставниками, научившими меня очень многому. Наставники помогли мне понять очень важные жизненные истины. Помогли поверить в себя и преодолеть трудности, которых немало на тернистой дороге к успеху. Я был обычным парнем, бросившим два вуза из-за того, что не мог платить за учебу в трудный период войны и перестройки. Парнем, начавшим с нуля и прошедшим через многие испытания, через неудачи и падения, и постепенно, шаг за шагом, осознавшим свои ошибки и сделавшим выводы из личного опыта. Поэтому знания, полученные из этой книги, помогут и вам поверить в себя, дадут возможность избежать многих неверных шагов и быстрее продвигаться к своей цели. Я выражаю благодарность людям, поделившимся со мной своим бесценным опытом. Будда Шеферу, давшему основу финансового образования, и Нарбекову, открывшему мне духовную сторону жизни. Я благодарю журналиста Олымбекова, оказавшего помощь в написании этой книги и художника, Керембека Джумадильхана, являющегося автором прекрасных иллюстраций. Пусть эта книга станет путеводителем для каждого человека, начинающего свой путь к успеху и благосостоянию. Она поможет вам осознать себя, задуматься над тем, кто вы есть на самом деле. Поможет поверить, что тот, кто очень захочет, сможет всего достигнуть, всего добиться. Книга подскажет, как не опускать руки в сложных ситуациях, покажет, что вы не единственный, кто сталкивается с трудностями и у кого возникают проблемы. Человеку свойственно преувеличивать собственные проблемы и преуменьшать чужие. Это только кажется, что у вас препятствий больше, чем у других. Все успешные люди прошли через испытания в своей жизни, но тем они и отличаются от остальных, что сумели поверить в себя, смогли осмыслить свои ошибки, использовать чужой опыт и приобрести необходимые для успеха знания. А главное, всегда верили в успех, потому что уверенность в завтрашнем дне – это уже половина успеха. Конечно, знание, которое дает эта книга, еще не гарантия вашего процветания. Потому что знающих много, а умеющих применить свои знания мало. Сколько у нас людей, получивших высшее образование, но не умеющих приложить университетские знания в реальной жизни. Поэтому образованный человек – это не тот, кто имеет диплом, а тот, кто может решать задачи, невыполнимые для всех остальных. Кто находит выход в ситуациях, в которых теряются другие. Кто верит в себя и свое будущее. Образованный человек умеет не только работать в системе, но и создавать систему. Не важно где – в бизнесе, в семье, в жизни. Либо ты работаешь в чьей-то системе, либо создаешь свою. Учитесь планировать свою жизнь. Кто не планирует будущее, должен смириться с тем, что за него это сделают другие. Невозможно добиться успеха, не планируя успех. И если вы посеете семена бедности, не стоит ожидать всходов богатства. Я буду очень рад, если эта книга поможет вам улучшить свою жизнь, поднять ее на новый уровень. Для любого человека очень важно, если он станет причиной чужого успеха. Я буду молиться за вас, мой дорогой слушатель, чтобы вы достигли своих целей и реализовали свои мечты. И надеюсь, что вы поделитесь своими достижениями. Каждый человек, которого я встретил на своем жизненном пути, является моим наставником. Потому что поделился со мной частичкой своего опыта. И мои главные наставники – это мои слушатели, ведь обучение – процесс двухсторонний. В этой книге итог моего семилетнего преподавания. Поэтому я выражаю огромную благодарность всем участникам моих тренингов, внесшим свой вклад в создание этой книги. Многие из моих слушателей достойно использовали полученные знания и добились успеха. Я очень благодарен им. В книге содержится шесть основных секретов финансовой свободы. Они разбросаны по всему тексту. Для того, чтобы их найти и понять, вам предстоит переслушать эту книгу несколько раз, повышая при этом свой финансовый интеллект. И лишь когда ваше сознание будет готово, вы сможете собрать все эти секреты, как мозаику в одно целое. Но вот тогда будьте уверены, что 50% работы уже сделано. Практиковать будет очень легко. Начните действовать немедленно, и с Божьей помощью успех придет к вам. В добрый путь, мой дорогой слушатель. Пусть эта книга поможет вам добиться богатства и успеха, семейного счастья и благополучия. С глубоким уважением. Сайт Мурот Довлатов. Введение Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что встретились с ними. Данинг Перед тем, как взяться за эту книгу, постарайтесь забыть на время про свои повседневные заботы и настройтесь на серьезное слушание. А для начала задайте себе вопрос, на самом ли деле вы желаете стать богатым человеком? Если вы просто хотите зарабатывать побольше, то эта книга не для вас. Но если у вас есть большая мечта, если вы точно знаете, к чему стремитесь, если вы осознанно приняли решение и считаете себя достойным настоящего богатства, тогда в добрый путь. Я часто встречал людей, говоривших о своем желании быть богатыми, и даже тех, которые уже считали себя богатыми. Встречал людей, отмахивающихся. Да если б я только захотел, я бы уже давно разбогател. Иногда встречал и таких, которые решили, что большие деньги им вообще не нужны, потому что они не главное в жизни. Но очень редко встречал людей, по-настоящему готовых к тому, чтобы стать богатыми. После прослушивания книги у вас будет очень ограниченный выбор. Принять решение и начать действовать, или ничего не предпринимать и оставить все как было. Да, даже прослушав эту книгу, вы не обязательно разбогатеете. Но, по-моему, вы никогда не простите себе, если не используете знания, полученные из этой книги. Если человек не знает и не делает, это одно. И совсем другое дело, если он знает и не делает. Для начала попробуйте ответить на вопрос. Каким должен быть богатый человек? Сколько получится вариантов ответа? Целеустремленным, решительным, волевым, умеющим зарабатывать. А вот главное определение. Богатый человек – это человек, на которого работают деньги. Не он работает за деньги, а деньги работают на него. Это определение нужно понять, принять и запомнить. Теперь давайте попробуем представить образ жизни богатого человека. Или лучше попробуем представить себя богатым человеком и ответить на вопрос. Что бы я делал, если бы у меня было много денег? Чтобы все ваши представления приобрели реальные очертания, нужно взять листок бумаги и за 8 минут записать все желания, которые вам хотелось бы осуществить, если бы вы стали богатым человеком. Представьте, у вас так много денег, что их количество уже не имеет значения. Писать нужно обо всем, что придет в голову, не останавливаясь, желательно не отрывая ручки от бумаги, записывая все подряд. Когда вы остановитесь и сделаете паузу, это будет означать, что вы написали обо всем, чего вам не хватает в данный момент. Но это не ваши мечты и не цели. Это всего лишь нехватка чего-то. И только после паузы вы начнете записывать настоящие цели, которых вы хотели бы достигнуть. И ваши мечты приобретут реальные очертания. При этом очень важно помнить про настрой. Чувствуйте себя успешным и счастливым человеком и пишите. Закончив писать, посчитайте, сколько страниц вы написали. Одно, две, три. Лично я написал 12 страниц. И мой учитель сказал, что не хочет меня учить, потому что у меня нет мечты. Хотя сам я считал, что писал о важных вещах. А теперь попробуйте записать ваши желания в спокойной обстановке, не спеша и старательно все обдумав. Процесс обдумывания, размышления, похож на прогулку по тайге. Пройдете один раз и не оставите никаких следов. После двух-трех раз следы будут заметны. Но тем не менее со временем исчезнут. Когда пройдете десять раз, появится тропинка. То, что вы сейчас обдумываете, представляете, это лишь первые шаги. Вы только начинаете создавать свою тропинку на пути к богатству. Все это можно объяснить и с научной точки зрения. Наш мозг состоит из 36 миллиардов нейронов. Каждый нейрон отвечает за определенное действие или понятие. Если вы услышите слово «дом», то представите свой дом. Если прочитаете «красный дом», то представите именно «красный дом». Вероятнее всего дом из красного кирпича. В этом случае нейрон, отвечающий за слово «красный», соединяется с нейроном, отвечающим за слово «дом». Если вы будете повторять такое сочетание много раз, создастся устойчивое соединение нейронов устойчивый образ. Трафарет. В следующий раз, лишь услышав слово «дом», вы будете представлять именно «красный дом». Примерно так создаются стереотипы поведения, стандартные методы мышления. Если у богатого отнять все его богатство, все его деньги, через полгода он снова станет богатым. А если бедному человеку дать большие деньги, через полгода он все потратит и опять станет бедным. Потому что бедность или богатство – это внутреннее состояние, образ мышления, образ жизни. Поэтому, если вы будете представлять себя богатым человеком, говорить словами богатого человека, вести себя как богатый человек, то, следовательно, и думать начнете как богатый человек. А это очень важно, потому что у богатых особый тип мышления. Даже имея много денег, богатые не перестают работать. Слова «я так устал, так устал, если бы у меня были деньги, я бы обязательно отдохнул» – это слова бедного человека. Многие говорят, у меня много идей, но только нет денег. Я очень умный, очень талантливый, почти гений. Если бы у меня были деньги, я бы смог очень многое. Но их нет, и я бессилен. Без денег я ничего не могу сделать. Когда им говоришь «ты действуй, делай что-то, а деньги потом появятся». Они отвечают «что можно сделать без стартового капитала? Ты сначала дай мне деньги, потом я буду действовать. А без денег ничего не получится. Пока у меня их нет, не стоит даже и мечтать о своем деле». Такие люди убеждены, чтобы что-то сделать, чего-то добиться, нужны деньги. И немалые. Но мировой опыт самых успешных людей говорит как раз об обратном. Используя знания, которые вы можете получить, изучив жизнь и достижения тех, кто добился успеха, руководствуясь правилами и принципами, которые они выработали, вы сможете за 2-3 месяца увеличить свой доход на 30-70%. Именно такие знания вы можете получить, послушав эту книгу. И у вас появится шанс реализовать свои мечты. Разве в мире мало денег? Мало любви, мало счастья, мало удачи? Главное – уметь их взять. Может быть, что-то из того, что вы узнаете, послушав эту книгу, вдруг покажется вам неправильным, войдет в противоречие с вашими убеждениями. Но если вы действительно хотите добиться своих целей и воплотить в реальность свои мечты, вы должны настроиться на обучение, понимание и положительное восприятие новой информации. С чего начинать? Управляй своей судьбой сам. Или ею займется кто-то другой. Ноэл Тичи. Для начала надо научиться управлять маленькими деньгами. Пока вы не научитесь управлять небольшими суммами, управлять большими деньгами, не сможете. По статистике, из каждых ста человек 16 становятся состоятельными. Но из них только один может сохранить свое богатство до конца жизни. И именно он будет считаться богатым человеком. Заработать деньги легче, чем их сохранить. Запомните основное правило для тех, кто страстно желает стать богатым. Ставьте свои возможности всегда выше денег, когда деньги будут приходить к вам и будут служить вам. Если человек ставит свои возможности ниже денег, тогда деньги будут определять, что вам есть, во что одеваться, куда съездить на отдых, что подарить близким. Ставьте свои возможности выше денег, чтобы вы сами определяли качество своей жизни. Прослушайте это правило несколько раз, и задумайтесь над ним. Его нужно выучить и повторять почаще. Вы любите свою работу? Но для того, чтобы чего-то добиться, любви мало. Нужна страсть. А страсти свойственны огорчения, переживания и даже боль. Если что-то не так, что-то не получается. Страсти свойственна полностью отдаваться своей мечте. Не наполовину, а именно полностью. Есть люди, которые работают всего лишь по необходимости. Они приходят вовремя, уходят вовремя. Точно выполняют свои обязанности, но к работе никаких чувств не испытывают. Им важно просто быть в процессе. Такие люди перестают мечтать. И в конечном счете ничего не добиваются. Если вы хотите стать богатым, никогда не будьте человеком в процессе. Успеха добиваются те люди, которые через все трудности и препятствия видят конечный результат, не забывая при этом про свою первоначальную мечту. Никто не несет ответственности за ваше благосостояние. Ни государство, ни власть, ни законы. Никто, кроме вас. Чтобы добиться поставленных целей, вам нужно выработать другое мировоззрение, приобрести другой опыт, другой трафарет мышления. Нет ничего совершеннее человеческого мозга. Надо лишь научиться использовать его возможности. 98% нашего окружения мыслят старыми устоявшимися стереотипами. Это наши родственники, друзья, знакомые. Все говорят примерно так. Были бы деньги, я бы начал свое дело. Но денег нет и ничего не поделаешь. Но истина в понимании банального правила, чтобы стать богатым, надо действовать. Чтобы осуществить свою мечту, нужно приобрести новый багаж знаний. Спросите себя. Люди сначала становятся богатыми, а потом умными? Или сначала умными, а потом уже богатыми? Конечно, сначала умными, потом богатыми. Вот и приобретайте знания, которыми делятся богатые и успешные люди. Учитесь у них и обязательно сформируйте страсть по отношению к своей мечте, к своей работе, к самому себе. И действуйте. Если хотите стать богатым, никогда не будьте человеком в процессе. Будьте человеком результата. Притча представит решение. Одним морозным и туманным днем двое детей катались на конках по замерзшему озеру. Лед был не везде одинаков, но дети не обращали на это внимания. Вдруг в одном месте лед тряснул, и один из мальчиков провалился в образовавшуюся прорубь. Его сразу затянуло под лед. Другой не расстрелялся, а схватил камень и со всей силы стал быть по леду. Раскратили его и вытащил своего друга. Когда приехали спасатели и увидели, что произошло, они спросили, «Как ты это сделал? Ведь лед здесь достаточно тольстый. Невозможно было разбить его этим камнем и этими маленькими руками». В тот момент к ним подошел один старик и, улыбая, сказал, «Я знаю, как он это сделал». «А как?» — спросили его. Рядом не оказались никого, кто сказал бы, что это невозможно. Мобилизация способностей. Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить их. Синека младший. Жил один богатый человек. У него была очень красивая дочь. Богач думал выдать ее замуж, но сомневался, по любви ли молодые люди хотят жениться на красавице-дочке или только из-за денег. И он решил устроить женихам испытание. Собрав людей, богач объявил, «Кто переплывет вот этот бассейн, получит по своему усмотрению. Одну третью часть моей земли, или одну третью часть моих денег, или руку моей дочери. Но вы должны знать, что в бассейне плавает десяток крокодилов». Не успел он закончить речь, как один парень оказался в бассейне. Богач удивился. Какое мужество надо иметь, какую волю и решимость. Крокодилы бросились в догонку, но парень плыл быстро. Хищники попытались догнать его, но смельчак поплыл еще быстрее. Наконец он выбрался из воды на другой стороне бассейна. Когда пораженный богач с некоторым сожалению спросил мальчика, хочет ли тот получить одну третью часть его земли, тот ответил, «Нет». Тогда богач спросил, «Ты, наверное, хочешь получить одну третью часть моих денег?» И услышал тот же ответ. Богач немного успокоился и спросил, уже уверенный в положительном ответе, «Ты хочешь попросить руки моей дочери?» Но парень опять сказал, «Нет». «Тогда что же ты хочешь?» – спросил удивленный богач. И услышал, «Я хочу того гада, который толкнул меня в бассейн». Этот пример показывает, что не все могут правильно оценить свои возможности, ни физические, ни интеллектуальные. Но в экстремальной ситуации эти возможности проявляются. Добровольно парень никогда бы не прыгнул в этот бассейн. Так вот, хороший наставник заставит вас сделать то, что добровольно вы никогда не сделаете, но что поможет вам проявить свои способности. Плохой наставник скажет, «Хорошо, это ты можешь сделать завтра». Но это не любовь, это жалость. А жалость хирурга может привести к смерти пациента. Вот о чем нужно помнить. Правила богатых людей. Теперь представьте, что вы уже в этом бассейне с крокодилами. В переносном смысле бассейном может оказаться финансовая сфера, мир денег. И спасти вас может только ваше умение управлять деньгами. А для этого необходимо знать принципы обращения денег, законы, действующие в финансовой сфере. Именно эти знания я и хочу вам дать. Для начала запомните несколько основных правил богатых людей, которые необходимо использовать в своей жизни. Цель – это не совокупность владения мелкими идеями или вещами, а то, что вас полностью наполняет страстью, заставляет действовать. Деньги реагируют на события и ведут себя так же, как и люди. Относитесь к ним хорошо, не отталкивайте их, и они сами придут к вам и останутся у вас. Тот, кто не планирует свое будущее, должен смириться с тем, что планировать за него будут другие. То, что мы имеем, проистекает из того, что мы делаем. Запомните эти правила. Квартира, машина, дача – это не цели. Далее мы еще вернемся к этому. Почему мы говорим о деньгах, о богатстве? Помните рассказ о бассейне с крокодилами? Мы должны научиться управлять деньгами. Не имеет значения маленькими или большими. Каким бы вы ни были духовным человеком, даже если вы монах, вам все равно рано или поздно придется думать о деньгах. Деньги не самое главное в жизни, но они становятся главным, если их не хватает. Если у вас нет денег на проезд, никто не будет смотреть на ваш диплом, не обратит внимания на вашу ученую степень доктора наук. И вам будет очень стыдно и неудобно за ваше положение. Обратите внимание на второе правило и подумайте о том, что когда-нибудь вы сможете заработать за один день больше, чем за все предыдущие годы. Если вы считаете себя достойным того образа жизни, о котором мечтаете, вам придется учиться управлять деньгами, потому что деньги определяют, на каком уровне вы находитесь. Это похоже на спортивное соревнование. Чтобы выиграть соревнование, которое длится минуты, спортсмен тренируется долгие месяцы и годы. Нам только кажется, что успех пришел к нему за эти минуты. Успех – это результат длительных и утомительных тренировок. Каждодневного труда. Поэтому помните, придет время, когда ваши цели, мечты и надежды заставят вас двигаться в одном направлении – в направлении богатства и успеха. Но только если вы очень этого захотите. И вот тогда у вас появятся возможности, о которых вы когда-то мечтали. Постарайтесь реализовать их. Слушая эту книгу, всегда помните про настрой. Постарайтесь отбросить все негативные мысли. Улыбнуться и настроиться на положительное восприятие. У вас должно быть хорошее настроение, потому что когда у вас хорошее настроение, вы быстрее воспринимаете и хорошо учитесь. Авторитетное мнение. Жизнерадостность – это не только признак здоровья, но еще и самое действенное средство, избавляющее от болезней. Смайлз. Для начала хочу рассказать примечательную историю. Одна маленькая девочка прибежала к своей маме и спросила. «Когда ты повзрослеешь, кем ты станешь?» Мама, не задумываясь, ответила. «Стану женщиной». «Мама, почему ты врешь? Ты уже женщина», – возразила дочка. «Ну скажи, когда ты будешь большой, кем ты станешь?» «Я буду учительницей», – сказала мама. «Ты уже учительница?» – удивленно воскликнула дочка и повторила свой вопрос. «Мама, кем ты станешь, когда будешь взрослой?» Тогда женщина поняла, что для дочери она всегда была и мамой, и учительницей. Но этого ей мало. И она подумала, что в этой жизни она могла стать кем-то более значительным, могла бы добиться большего. Именно это желание она увидела в глазах своей дочери. Ведь все дети мечтают увидеть своих родителей в главной роли, а не на заднем плане. Они дают нам понять, что мы можем добиться самых высоких результатов. Мы можем реализовать свои мечты. Помните о том, что дети хотят гордиться своими родителями. Цель – это то, что заставляет вас действовать и наполняет страстью, а не совокупность мелких идей и мелких вещей. Деньги ведут себя и реагируют так же, как и люди. Относитесь к ним хорошо, не отталкивайте их, и они сами придут к вам и останутся у вас. Тот, кто не планирует свое будущее, должен смириться с тем, что планировать, за него будут другие. То, что мы имеем, проистекает из того, что мы делаем. Два важных урока. Ученики охотнее стремятся к тому, кто указывает путь, а не к тому, кто объясняет ошибки. Квинтиллиан. Вот два важных урока для любого человека, который хочет добиться успеха. Первый. Там, где есть хороший успех, там всегда есть наставник. Каким бы образованным и умным вы ни были, без наставника вы не обойдетесь. Наставник сократит путь к вашей мечте, поможет избежать распространенных ошибок, научит обращение с деньгами. Второй. Если вы хотите быстрого успеха, наблюдайте за теми людьми, которые находятся там, где вы хотите быть в ваших финансовых делах и в вашей карьере. Это поможет вам быстро найти наставника. Если вы наблюдательны, то уже через неделю определите круг людей, среди которых сможете выбрать соответствующего человека. Когда я впервые встретился с Бодо Шефером, вот что меня поразило в первую очередь. Что заставило меня принять решение изменить жизнь. Он задал мне несколько вопросов, которые заставили задуматься. Мы немного пообщались. Потом он спросил, я вот все думаю, почему вы до сих пор не богаты. Он не спросил, хочу ли я стать богатым или знаю ли я, как стать богатым. Нет, он спросил, почему я до сих пор не богат. И отметил, что вопросы, которые он сейчас задает мне, в свое время ему задавал его наставник. Вот эти вопросы. Пять разумных вопросов. Сколько вы можете жить на отложенные деньги, если вдруг потеряете работу? Источник дохода. При этом учитывайте все общие расходы, еда, одежда, коммунальные услуги, необходимые поездки и так далее. Ваш ответ – это результат вашей жизни до настоящего момента. Если этот результат не радует, значит, стоит пересмотреть ваше отношение к работе и к распределению доходов. Деньги дают иные ощущения, чем вещи. К примеру, машины, ковры и бытовая техника. Если у вас нет денег, вы же не пойдете продавать свой ковер. Вам это и в голову не придет. А если деньги будут, вы будете себя чувствовать более уверенно и свободно. Кстати, ответы большинства людей на этот вопрос не радуют. Потому что проработав много-много лет, люди к старости остаются ни с чем. Я езжу по разным странам, работаю и преподаю для того, чтобы мои ученики в преклонном возрасте могли себе позволить помогать своим внукам и жить в свое удовольствие. Мой наставник сказал мне так. «Я начинал с первой ступени и дошел за свою жизнь до высокого уровня. Я не хочу, чтобы ты тоже начинал с нуля. Лучше возьми мои знания, мой опыт и используй их. Начни с более высокой ступени, не останавливайся на том уровне, до которого я дошел. Иди дальше. Жизнь всегда должна быть насыщенной и интересной». Второй вопрос. Достаточно ли вы откладываете? Как вы думаете, могли бы вы откладывать больше? Если вы считаете, что те деньги, которые вы откладываете, могут обеспечить ваше будущее, значит, отвечайте утвердительно. Если считаете, что откладываете недостаточно или не откладываете вообще, все равно по каким причинам, значит, отвечайте нет. В любом случае вам придется задуматься над своим финансовым положением. Третий вопрос. Есть ли у вас финансовый план? Многие считают, что основа успеха – это хороший финансовый план. Если он есть, то это хорошо. У меня тоже был финансовый план, но это был план того, как тратить. Денег еще не было, а я уже планировал, что надо купить. План был примерно такой. Срок, что купить, на что потратить. Через две недели – кожаную куртку. Через один месяц – новую стиральную машину. Через три месяца – мягкую мебель и новую посуду. Через пять месяцев – оплатить за учебу. Через семь месяцев – приобрести бытовую технику. Через один год – сделать в квартире ремонт. Через два года – купить автомобиль. Через три года – жениться и провести свадьбу. Я гордился тем, что у меня дома есть новая стиральная машина, новая газовая колонка, дубленка, люстра. Деньги еще не появились, а я уже знал, на что их хочу потратить. Я считал, что это хороший финансовый план. У очень многих людей такие планы. 98% людей так и планируют свои дела. А потом удивляются – вроде бы за этот месяц я заработал неплохие деньги, куда же они делись. Просто у вас был план, как тратить. А нужен план – умножение денег, увеличение доходов, экономии средств. Поверьте, лучше три-пять лет прожить, осознанно управляя деньгами и ограничивая затраты. А всю оставшуюся жизнь – жить, как вы захотите. Бодо Шеффер сказал мне, за пять-семь лет, ну максимум за десять лет, ты станешь финансово свободным. Я же это сделал за три года. Потому что делал в два раза больше, чем мне задавали или я сам запланировал. И всегда помнил слова Иисуса, который говорил, что он не против того, что говорят другие пророки и святые, но он должен делать в два раза больше, чем они говорят. Так же поступал и я. Если давали задания, я делал в два раза больше заданного. Если советовали подходить к преподавателю для консультации один раз в день, я подходил два раза. И это помогло мне добиться своих целей за три года. Этот принцип возьмите и вы себе на вооружение. И у вас все получится. Главное знать, что вы достойны лучшего. Человек является тем, кем он себя считает. Кем вы себя считаете, тем и окружающие вас будут воспринимать. Как вы себя ощущаете, так и окружающие будут к вам относиться. Четвертый вопрос. Можете ли вы предвидеть то время, когда вы будете жить на проценты от вложенных денег? Это то время, когда деньги будут работать на вас. Доходы будут превышать расходы и будут оставаться средства для инвестиций. Попробуйте обдумать ответ и представить благоприятный вариант. Включите свое воображение и постарайтесь мыслить позитивно. Вопрос пятый. Получаете ли вы столько, сколько заслуживаете? Кто-то ответит «да». Кто-то скажет, что заслуживает большего. Но главное, такие вопросы кардинально меняют наше внутреннее состояние. Появляется надежда, что если вы действительно захотите, вы этого добьетесь, что-то измените в своей жизни в лучшую сторону. Если вы считаете, что сможете зарабатывать больше, пожалуйста, идите и зарабатывайте больше. Главное решить для себя, что вы способны, что вы добьетесь своих целей, что вы достойны того образа жизни, о котором мечтаете. Это пять основных вопросов, которые помогут вам разобраться в своем положении, поразмыслить над своим прошлым, переосмыслить свое настоящее, определить главные цели на будущее. Чтобы вам легче было это сделать, попробуйте ответить еще на несколько дополнительных вопросов. «Был бы уровень вашей жизни выше, если бы вы зарабатывали больше?» Что могло бы произойти в вашей жизни, если бы вы работали с полной отдачей? Было бы качество вашей жизни выше, чем сейчас? Теперь вам предстоит задуматься над своими ответами и принять решение. Вы хотите, чтобы вам в жизни было легче? Нет, стремитесь, чтобы было лучше. Легкий путь не ведет к большим целям. Хотите, чтобы у вас было меньше проблем? Нет, лучше повышайте свое мастерство. Пусть будут проблемы. Если вы станете мастером, это произойдет в результате решения тех проблем, с которыми вам приходится сталкиваться. Это они сделали вас таким умным. Хотите, чтобы вам предъявляли меньше претензий жена или муж, родственники, друзья, коллеги? Конечно, хорошо, если претензий мало. Но не надо их бояться. Золото проходит через огонь, чтобы стать золотом высокой пробы. Это закон жизни. Многие знают эти вещи, но в их жизни ничего не меняется. Они не хотят ничего менять, потому что их устраивает бедность. Или они с нею смирились. Все, чего вы добиваетесь в этой жизни, результат упорного преодоления препятствий. Вам в блокнот. Богатый человек – это человек, на которого работают деньги. Не он работает за деньги, а деньги работают на него. Ставьте свои возможности всегда выше денег, тогда деньги будут приходить к вам и будут служить вам. Если человек ставит свои возможности ниже денег, тогда деньги будут определять, что вам есть, во что одеваться, куда съездить на отдых, что подарить близким. Ставьте свои возможности выше денег, чтобы вы сами определяли качество своей жизни. Деньги – не самое главное в жизни, но они становятся главным, если их не хватает. Успеха добиваются те люди, которые через все трудности и препятствия видят конечный результат, при этом не забывают про свою первоначальную мечту. Если вы считаете себя достойным того образа жизни, о котором мечтаете, вам придется учиться управлять деньгами, потому что деньги определяют, на каком уровне вы находитесь. Хороший наставник заставит вас сделать то, что добровольно вы никогда не сделаете, но что поможет вам проявить свои способности. Если вы хотите стать богатым, никогда не будьте человеком в процессе, будьте человеком результата. Все, чего вы добиваетесь в этой жизни – результат упорного преодоления препятствий. Лучше 3-5 лет прожить, осознанно управляя деньгами и ограничивая затраты, а всю оставшуюся жизнь прожить так, как вы захотите. 5 разумных вопросов. Сколько вы можете жить на отложенные деньги, если вдруг потеряете работу? Источник дохода. Достаточно ли вы откладываете? Есть ли у вас финансовый план? Можете ли вы предвидеть то время, когда вы будете жить на проценты от вложенных денег? Получаете ли вы столько, сколько заслуживает? Пять основных вопросов, ведущих к богатству. Первый. Как относиться к деньгам? Второй. Как разумно откладывать? Третий. Как инвестировать? Четвертый. Как наслаждаться деньгами? Пятый. Как больше зарабатывать? Человек с ясной целью будет продвигаться даже по самой тяжелой дороге. Человек без всякой цели не продвинется и по самой гладкой дороге. Томас Карлейл. Это пять основных вопросов, ответы на которые необходимо знать каждому человеку. Помните, что для того, чтобы стать богатым, нужно сначала научиться управлять маленькими деньгами и мыслить, как богатые люди. Сначала люди становятся умными, потом богатыми. Богатые люди работают не ради денег, а ради мастерства. Став мастерами, они получают наслаждение от своей работы, потому что у них появляется страсть к своему делу. Наслаждение от своей работы могут получать только мастера. Знаете, что даже смерть не может отнять у нас. Что остается с нами навсегда. Это наше мастерство, наше достоинство. Они с нами всегда. Поэтому если у богатого человека отнять все его богатство, он через несколько лет вновь станет богатым. Ведь даже потеряв свое состояние, он сохранит свои знания, умения, навыки, мышление. То есть все то, что сделало его богатым. По этому поводу есть поучительная история про древнегреческого философа Беанта. Когда персидский царь Кир осадил город Приенну в Ионии и готов был захватить его, жители начали покидать город, унося самое ценное из своего имущества. И лишь Беант вышел, ничего не взяв с собой. Удивленные его поступком горожане спросили Беанта, почему он уходит с пустыми руками. На что философ ответил, «Все свое ношу с собой, имея в виду свои знания, которые были гораздо важнее материальных ценностей». И действительно, в дальнейшем многие его сограждане растеряли свое имущество и не знали, как заработать на хлеб. А Беант, считавшийся одним из семи мудрецов, давал людям уроки, а на полученные деньги даже прокармливал некоторых своих сограждан. Его слова стали крылатым выражением. Но жизнь многогранна, поэтому нельзя деньги рассматривать отдельно, без существующей взаимосвязи со всем, что вас окружает. Для начала вам нужно определить причину вашего желания стать богатым. Если говорить по сто раз в день «я хочу быть богатым», «я уже богат», «я безумно богатый человек», вы станете богатым. Деньги еще не показатель богатства. Есть люди, и они несомненно богаты, посмотрев на лица которых вы не увидите выражения радости и счастья. Попробуйте ответить на вопрос, почему вы хотите быть богатым. Должна быть причина. Эта причина будет связана с целью жизни. Можно ответить на мой вопрос письменно. Но, пожалуйста, постарайтесь избежать банальных, избитых объяснений типа «а кто же не хочет? Все хотят». Причина должна отражать именно ваш внутренний настрой, ваши мечты, ваше отношение к жизни. Она должна быть только вашей, а не целого поколения сверстников. Первый вопрос. Как относиться к деньгам? Деньги мерила общественного успеха. Клейсон. Ваше отношение к деньгам. Нельзя деньги рассматривать отдельно. Вам нужна причина, почему вы хотите быть богатым. Теперь все-таки попробуйте ответить на первый вопрос. Как вы относитесь к деньгам? Деньги помогают вам выжить или просто дают возможность жить хорошо? Деньги портят человека или из-за отсутствия денег вы не можете обрести семью и быть счастливым? У каждого есть свой собственный взгляд. Вспомните, какие разговоры мы слышали, когда были маленькими. Деньги портят людей, деньги нельзя давать детям. Вы видели хоть какой-нибудь фильм, где богатый человек был бы добрым. Мы выросли при таком общественном строе, где не было богатых. Просто иногда, может быть, кто-то был немного состоятельнее, чем другие. Но богатых не было. Все боялись иметь большие деньги. Если у вас два велосипеда, шикарная машина или крыша выше, чем у соседей, это вызывало осуждение. У молодежи сейчас новые взгляды на жизнь. Это хорошо. Но многие люди старшего поколения остались со своими старыми представлениями. Время изменилось, но сознание многих людей еще не адаптировалось к новому образу жизни. И они думают, зачем мне много денег? Надо жить. Лишь бы не было ссор в семье, лишь бы дети были здоровыми. Большие деньги могут принести несчастье в такую семью. Потому что эти люди помнят примеры, когда у обеспеченных людей не все было благополучно в семейной жизни. Порой подобная информация работает на уровне подсознания. Хотим мы этого или нет? Иногда мы хотим стать богатыми, но неосознанно отталкиваем деньги. Верующий человек может сказать, из-за больших денег я не попаду в рай. Пусть я не богатый, но зато хороший, честный человек. Посмотрите на богатых людей. Они лезут в политику, нарушают законы, обманывают людей. Это неправильные рассуждения. В мире много хороших людей, которые к тому же еще и богаты. И вы достойны высокого благосостояния, достойны того образа жизни, о котором мечтаете. У вас на каждой руке по пять пальцев. Вы же не думаете, что какой-то палец вам нужнее. Все пальцы имеют одинаковое значение. Теперь, загибая пальцы, распределим по порядку те вещи, которые имеют важное значение для каждого человека. Первый палец. Это ваша семья, семейное благополучие. Ваш тыл должен всегда быть обеспечен, иначе вы не сможете спокойно жить и работать. Второй палец. Это здоровье. Здесь комментарии излишни. Третий палец. Это деньги. Деньги точно так же важны, как здоровье и семья. Некоторые люди сначала тратят здоровье, чтобы заработать деньги, а потом тратят деньги, чтобы вернуть свое здоровье. И так заканчивается жизнь. Четвертый палец. Это самоощущение. Самоощущение это то, кем вы себя чувствуете в жизни. Обычно на это никто не обращает внимания. Поэтому и в самочувствии, и в настроении, и в работе часто происходят перепады. Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно точно определить, кем вы себя считаете в этой жизни. Кем вы себя видите, кем вы себя чувствуете. Тогда можно гарантировать, что каждый ваш день будет продуктивным. Если у человека хорошее настроение, то он и работать будет хорошо. А если дела будут идти хорошо, значит и жена, и дети будут довольны. Пятый палец. Это цель в жизни. Все перечисленные вещи одинаково важны. Есть люди, которые думают сначала карьера, а замужество или женитьба потом. Или говорят, в первую очередь заработаю деньги, а дальше видно будет. Неправильная точка зрения. Все сферы жизни одинаково важны. Нельзя откладывать жизнь на потом. Четыре вида энергии. Первое тело. Второе разум. Третье душа. Четвертое дух. Существует четыре вида внутренней и внешней энергии, гармония которых может сделать вас успешным. Первое тело. Когда вы занимаетесь спортом, находитесь в хорошей физической форме, то соответственно вы уверенный в себе человек. Пренебрегающий физическим развитием нарушает таким образом гармонию тела и разума, которая заложена в человеке с самого детства. Каждый ребенок, едва научившись ходить, начинает неустанно двигаться, бегает, прыгает, кувыркается, залезает на деревья. Этим он способствует развитию своего интеллекта. Уже давно доказано влияние физических занятий на активность коры головного мозга. Любые спортивные упражнения и даже самые простые движения стимулируют мыслительный процесс. Поэтому очень многие люди хорошо думают, когда ходят. Не забывайте заботиться о своем физическом состоянии, от которого зависит состояние духовное. Авторитетное мнение. Наблюдайте за вашим телом, если вы хотите, чтобы ум работал правильно. Декарт. Авторитетное мнение. Можно сказать, что любой человек, сколь бы гениален он ни был, в течение своей жизни использует не более одной миллиардной доли тех возможностей, которые ему предоставляет его мозг. Дубинин. Второе. Разум. Возможности вашего разума безграничны. Развивайте свою память, мышление, интеллектуальные способности. Ваш разум – это инструмент, используя который вы сможете реализовать свои самые смелые мечты. Помните, что ваши способности определяют ваши возможности, в том числе и карьерные. История про пчел. Что имеет дело пчели и какие у них способности? Пчели умеют собирать мед, строить свой дом. При этом среди насекомых только у пчел есть архитектурные способности. Оплят цветы, хорошо ориентироваться в пространстве, выводят потомство, защищать свое жилище. Все знают, на что способны пчели, когда кто-то вторгается на их территорию. Пчели узнают друг друга и умеют передавать информацию друг другу. Они умеют поддерживать необходимую температуру у себя. Оказывается, у пчели 49 способностей. Знаете, сколько клеток имеет мозг у пчели? Всего лишь 10 тысяч клеток. Жаль, что люди в большинстве своем не используют свои способности как же продуктивно, как пчели. Это при том, что человеческий мозг содержит 36 миллиардов клеток. Один ученый подсчитал, что если их поставить друг на друга как многоэтажные дома, то получится высота, сравнимая с 14-кратным расстоянием до Луны и обратно. Так что вы способны на многое. Третье. Душа. Все родители любят своего ребенка и стараются работать и зарабатывать, чтобы дать ему образование. По большому счету им нужна не сама работа, а нужно, чтобы дети получили образование. Это родительская любовь. И не ребенок их заставляет работать, а любовь. Но что интересно, родители все-таки больше любят талантливых детей. Если мужчина любит женщину, то он готов ради нее рискнуть своей жизнью, он готов сделать все, что она захочет. Это и есть сила любви. Когда человек любит, он горы готов свернуть. Такое состояние души, воодушевление, помогает в любом деле добиваться поразительных результатов. Вы знаете, что в трудные периоды, в эпоху перемен, именно женщины быстрее перестраиваются, а не мужчины. Перестраиваться их заставляет материнский инстинкт. В отличие от женщины, мужчина слишком разумен. Он впадает в депрессию, руководствуется устаревшей информацией, которую давным-давно приобрел и опробировал. И говорит, да не может быть такого, такого никогда не было. Пока мужчины адаптируются, женщины преуспевают в чем-то. Даже мужчины, все-таки добивающиеся, впечатляющих результатов, чаще всего обязаны этим женщинам, которые были рядом и вдохновляли. Женщина может просто сказать, мой дорогой, как ты думаешь, может быть, лучше сделать вот так? Она подает идею, а он начинает анализировать, думать, почему бы и не сделать именно так. А потом, конечно, делает вид, что сам до всего додумался. Есть один секрет. Любой мужчина, добившийся успеха, даже если кто-то другой подсказал, помог, все равно скажет, что сделал все сам. Любой успех он считает своим успехом, радуется ему. И это помогает вырабатывать уверенность. Если же женщина добивается успеха, она, как правило, считает, что это просто случайность. Притча Богатство, успех и любовь. Одна женщина, выходя из своего дома, увидела трех стариков с длинными белыми бородами, сидящих напротив его крыльца. Они были незнакомы ей. И женщина сказала, я вас не знаю, но вы должны быть голодны. Пожалуйста, зайдите в дом и разделите с нами наш обед. Мы не зайдем в дом вместе, ответили они. Можно поинтересоваться, почему? Один из стариков объяснил, указывая по очереди на каждого, его имя богатство, а имя другого успех. Мое же имя – любовь. Возвращайся и посоветуйся со своим мужем, кого из нас вы хотите пригласить. Женщина передала мужу все, о чем услышала. Мужчина обрадовался и воскликнул. Как хорошо! Давай пригласим богатство. Пусть войдет в наш дом и заполнит его достатком. Жена не была уверена, что согласна с мужем. Дорогой мой, почему бы нам не пригласить успех? Не лучше ли пригласить любовь? Воскликнула их дочь. Слышавшая все и прибежавшая с заднего двора. Представляете, как будет здорово, когда весь наш дом наполнится любовью. Давай прислушаемся к совету дочери, сказал женей муж. Веди и проси любовь быть нашим гостем. Женщины вышли и спросили троих стариков. Кто из вас любовь? Пожалуйста, пройдите и будьте нашим гостем. Один из стариков поднялся и пошел к дому. Оставшиеся двое поднялись и пошли вслед за ним. Удивленная женщина обратилась к богатству и успеху. «Я пригласила только любовь. Почему же вы тоже заходите?» Они ответили. «Если бы вы позвали только богатство или только успех, другие двое оказались бы за дверью. Но вы позвали любовь. А куда бы она ни пошла, мы сопутствуем ей». Четвертое. Дух. Дух проявляется в гармонии трех сил, энергии. Некоторые люди говорят, «Я духовно развиваюсь, совершенствуюсь. Зачем мне деньги, материальное меня не интересует? Я выше всего этого. Но как можно строить дом без фундамента?» Нужен фундамент. То же самое и здесь. Как можно развиваться духовно, если тело не в порядке? Ваше тело материально, у него есть свои потребности. И ваш духовный настрой во многом зависит от вашего физического состояния. Не зря народная мудрость гласит, «В здоровом теле – здоровый дух». Сила духа проявляется в случае, когда вы все продумали и приняли конкретное решение. Вы настроены на победу и не намерены сдаваться, несмотря на все препятствия. И именно от вашей силы духа будет зависеть ваше будущее. Четыре внутренние энергии притягивают четыре внешние энергии. Первое – деньги. Когда вы хорошо зарабатываете, вы чувствуете себя хорошо. И можете считать себя добрым человеком. Но надо заметить, что есть доброта от слабости и доброта от силы. Люди по-разному реагируют на богатство. Один, если появляются большие деньги, становится надменным и даже здоровается по-другому. А иногда и вовсе перестает здороваться и замечать других людей. Он становится важным, смотрит на всех свысока, начинает ссылаться на постоянную занятость, говорит про совещания, заседания, перестает приходить к родственникам, даже если они приглашают его на какое-то серьезное мероприятие. Он становится придирчивым, капризным. То ему не нравится посуда, в которой подают еду, то не устраивает, как за ним ухаживают, потому что его доброта от слабости. Если денег станет еще больше, такой человек потеряется, утратит связь с реальностью. Доброта от слабости проявляется во всем. Вы откладываете деньги? Кто-то скажет, если бы я зарабатывал больше, я бы откладывал. Но это неправда. Понятие «больше» не изменит вас. Если у вас доброта от слабости, с большими деньгами вы станете еще слабее. Если вы склонны к выпивке, то станете больше выпивать. Если вы склонны ходить по магазинам, то будете с утра до вечера бродить по магазинам. Если увлечены политикой, значит будете тратить деньги, чтобы добиваться власти. Деньги, как генератор, вырабатывающий электричество. Можно осветить дом, сделать домашние дела, приготовить еду. Но если не знать правила безопасности, даже обычные дела могут стать опасными для жизни. Если ваша жена довольно часто предъявляет вам претензии по различным поводам, пусть даже незначительным, вы начинаете ей потакать, уступать. Но почему-то претензий становится еще больше. Или вы работаете с человеком, который постоянно ворчит, ноет. Чем больше вы стараетесь для него что-то сделать, тем больше он ноет. И что бы вы ни делали, как бы ни старались, он все равно всегда будет чем-то недоволен. Обязательно найдутся вещи, которые его не устраивают, потому что понятие «больше» не изменяет привычек, не влияет на характер. Чтобы деньги принесли вам пользу и помогли обрести счастье, вам необходимо кое-что осознать. «Доброта должна исходить от силы». Есть люди добрые, потому что сильные. Если они станут богатыми, они будут еще добрее. Обычно все богатые люди, которые чего-то добились своими силами, в глубине души очень добрые. Они мечтают кого-то поддержать, мечтают действительно кому-то помочь. Они хотят иметь хороших учеников, которых могли бы учить мастерству, потому что у них доброта от силы. Поэтому измените себя в самом начале пути. Сделайте так, чтобы у вас была доброта от силы, чтобы потом, когда вы чего-то добьетесь, это проявлялось в благородных поступках. Второй, третий и четвертый виды внешней энергии мы с вами рассмотрим во второй части книги. «Я» – пять различных уровней успеха. «А» – предпринимаемые действия, «Б» – техника, «С» – признание, «Д» – очки, «И» – новое видение самого себя. «Единственный способ что-то узнать» – это что-то делать. Бернард Шоу Предпринимаемые действия Согласитесь, что вы в этой жизни предпринимали какие-то действия. Результат ваших действий – это успехи, которых вы добились. Сегодняшний образ жизни – это результат вчерашних мыслей, вчерашних мечтаний. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, вам необходимо сегодня сделать больше, чем делали вчера. Но вы можете сказать, «Я предпринимал много действий, но ничего не меняется». Это не так. Посмотрите на муравья, он никогда не останавливается перед препятствиями. Его не останавливают неудачные попытки, он все равно ищет решение и находит его. Его упорству, целеустремленности и трудолюбию можно позавидовать. Для него нет непреодолимых препятствий и недостижимых целей. Некоторые люди отказываются от своей мечты, находясь в каком-то шаге от нее. Только потому, что у них не хватает упорства, воли, веры в себя. Рича про слона Один мальчик очень любил цирк. Ему нравились красочные, все ли представления. Как-то раз в их город приехал цирк с животными. И ребенок попросил отца отвезти его на новые представления. Больше всего мальчику понравился слон. Он творил чудеса. Поднимал тяжести, жонглировал, ходил на задних лапах. После представления мальчик решил увидеть слона вблизи, упросил отца пойти к вальорам, где держали животных. Там он увидел, что слон привязан цепью за одну ногу и колешек цепью вбит в землю. Для могучего слона ничего не стоит лавировать колешек и уйти. Папа, а почему слон не уходит на свободу в джунгли? Ведь он может с легкостью это сделать, спросил мальчик у отца. Он же такой сильный. Потому что его дрессировали, и он уже привык к своему положению с ног. А еще потому, что его поймали маленьким и действительно крепко приковали цепью. Он каждый день, будучи маленьким и одиноким, всеми силами старался освободиться от цепи. Был ногой от земли, питался, оторвался, цепь другой ногой, уставал, выбывался из сил. Наконец наступил день, когда он признал собственные бессилии и смирился со своей судьбой. И с тем, что никогда не сможет вырваться на свободу. И сейчас, несмотря на то, что он вырос и превратился в большого и могущего слона, он все еще уверен в том, что не может вырваться на волю. Он помнит, что когда-то не смог. И хуже всего, что после этого он никогда больше и не питался, не проверял свои силы и возможности. И мы живем, как этот слон, не веря в свои силы, только потому, что когда-то попробовали что-то сделать, а у нас не получилось. Техника. Техника – это выбор направления. Вам необходимо знать технику, чтобы не тратить очень много времени впустую. Люди, заканчивая школу, как правило, выбирают себе профессию. Кто-то станет инженером, кто-то педагогом, кто-то юристом. Это техника. Ваша специальность – это то, что вы выбрали. В сфере предпринимательской деятельности техника – это отрасли, которые вы выбираете. Выбирайте ту отрасль, которая вам наиболее близка. Авторитетное мнение. Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы. Фейербах. Признание. Многие люди поднимаются только до третьего уровня. Например, вы говорите себе, «Да, я хороший работник, хороший человек. Я заслужил уважение, признание. Мои дети меня любят, мои родители, родственники, близкие, друзья, говорят обо мне, только хорошее. Мои коллеги меня уважают». Так мы себя успокаиваем. Мы все проживаем три первых уровня. Но именно на этом третьем уровне многие и останавливаются. Они даже не пытаются подняться на четвертый, словно перестают мечтать. Обычный человек думает так. «Я сделал карьеру, добился признания, у меня есть деньги, есть работа, хорошая семья, дети сыты, одеты, обуты. Все хорошо, все нормально». В этом случае он и перестает подниматься вверх по лестнице жизни и довольствуется средним уровнем достатка. Ко мне приходят люди и говорят, «У меня 20 лет трудового стажа». Я отвечаю, «Нет, у вас стаж работы всего один год, который вы 20 раз повторили». Потому что только один год уходит на накопление опыта, а дальше идут повторения. Останавливаясь на третьем уровне, люди забывают про первоначальные высокие цели и не хотят идти дальше. А ведь есть более высокий, четвертый уровень. Если вы способны перейти на него, то сможете быть и на пятом. На четвертом уровне ничего не меняется. Этот уровень промежуточный. Лишь на пятом происходят изменения. Не останавливайтесь на полпути. Смелее переходите на четвертый уровень. Стремитесь к своей цели. Авторитетное мнение. Благородный человек винит себя, а ничтожный других. Конфуций. Очки. И тем не менее, четвертый уровень очень важен. Бода Шефер называет его очки. Имея в виду уровень мышления человека. Иметь очки, значит смотреть на этот мир своими глазами, иметь свой взгляд на вещи, уметь увидеть главное за множеством второстепенных вещей. Например, мы смотрим на жену и думаем, как было бы хорошо, если бы она была бы чуть-чуть послушнее. Или смотрим на мужа и думаем, да он вообще-то ничего, но если был бы чуть-чуть умнее, было бы еще лучше. Мы часто придумываем всякую ерунду, когда смотрим сквозь свои очки. И порой совсем не видим истины. Нам нужно правильно жить, если у человека плохие очки. Он даже не осознает, что такое богатство. Не понимает его сути. Нужны правильные очки, которые помогут понять смысл благосостояния. Богатым быть лучше. Вы можете накормить бедного, угостить путешественника. Вы можете помочь старикам, можете заплатить за обучение способного ученика, который не имеет возможности сделать это сам. Можете помочь лечить больных детей. В этом мире 3 миллиарда людей живут на 1 доллар в день. 2 миллиарда не умеют читать и писать. 1 миллиард недоедает. В отличие от них, мы живем очень хорошо. Но вспомним, в трудное время нас ведь тоже кто-то поддержал. Поэтому мы обязаны помогать, обязаны поддерживать тех, кто нас окружает. Нуждающихся людей очень много в этом мире, даже среди наших близких. Вы можете сказать, моя помощь ничего не изменит. Их слишком много, я не смогу помочь всем. В ответ я могу рассказать притчу. Как-то раз один отдыхающий гулял по пляжу. Море, ветер, влажный песок, заходящее солнце. Какая красота! Вдруг вдали он увидел человека. Тот наклонялся, брал что-то в руки, бросал в воду и опять наклонялся. Когда мужчина подошел поближе, то увидел, что человек подбирает морские звезды, которые выбросило на берег, и возвращает их в море. Он удивился и спросил. Добрый вечер. Можете сказать, чем вы занимаете? Я возвращаю морские звезды в среду их обитания. Сейчас такой слабый прилив, что все звезды остались на берегу. Если их не забросить в море, они все погибнут. Я понимаю, но на пляже тысячи таких звезд. Их невозможно вернуть всех. Их слишком много. И ведь то же самое происходит на сотне пляжей вдоль всего побережья. Разве вы не понимаете, что ничего не сможете изменить? Человек улюбнулся. Вновь наклонился, поднял еще одну морскую звезду. Для того, чтобы бросить ее в воду, и ответил. Для этой что-то точно изменится. И бросил в море. Как-то я спросил одного парня, сколько он зарабатывает. Он сказал, 300 долларов. Я спросил, а почему не 2000 долларов? Он задумался и ответил, что до сих пор никто его об этом не спрашивал. Никто не говорил с ним на эту тему. Как будто бы кто-то был обязан сказать ему о его возможностях. О том, что он сможет заработать больше. Вселить в него уверенность в собственных силах. А теперь попробуйте спросить у себя. Почему вы зарабатываете столько-то, а не больше? Запишите ответ в двух фразах. Получилось красивое оправдание, не правда ли? Когда мне задали этот вопрос, я обвинил свою страну, всех таджиков. Я обвинил завод, на котором работал. Это была правда, но правда, которую я избегал. Это был вопрос о том, чего я хотел от жизни. Это и есть очки. Оправдание всегда можно найти. Но нравится ли вам быть в положении, когда приходится постоянно оправдываться? Ведь никакое оправдание не заменит результата. Не лучше ли все изменить и добиться своих целей, реализовать свои мечты? Иногда решение находится не там, где нам кажется. Внешние обстоятельства бывают обманчивы. И за монотонными буднями мы не замечаем главного. Задумайтесь. Ведь если вы станете богатым, то сможете покупать картины, которые рисовали лучшие художники. Вы сможете слушать любую музыку, покупать машины и бытовую технику, о которой мечтали. А заходя в магазин, не думать о ценах. Это и есть финансовая свобода. Все мы достойны большего и можем этого добиться. Четвертый уровень – это обретение правильных очков. Уровень сложный и своеобразный. Для начала станьте наблюдателем. Станьте учеником. Иногда легче стать учителем, чем учеником. Есть такая история. Ученик пришел к мастеру и сказал, «Я хочу узнать тайны жизни, и этому я смогу научиться у вас?» Учитель попросил его рассказать о себе. Ученик рассказал, где он учился, каких успехов добился, какой опыт пробрел. Привел несколько примеров. А потом, когда учитель начал давать ему уроки, заметил. Учитель, вообще-то, если было бы так, было бы лучше. На другом уроке он добавил, «Почему бы не попробовать так?» На следующем уроке он спросил, «Мы можем сделать это по-другому?» И тогда учитель сказал, «Вот видишь, в том-то и дело, что учителям стало легко, а ученикам трудно». Очки – это и есть тот ученик, который способен в любой ситуации увидеть что-то хорошее, способен учиться и развиваться по всем направлениям во всех сферах жизни. Ваш взгляд на вещи или правильные очки? Авторитетное мнение. Для человека, который в состоянии хотеть, нет ничего невозможного. Мирабо. У Бода Шефера есть история про американского оратора Стивена Кови. Он ездил с выступлениями по всей стране, к нему всегда приходило много народа. Однажды Кови ехал на поезде в другой город. На одной из остановок в вагон зашел мужчина с тремя детьми. Мужчина сел и принялся смотреть в окно, как будто бы наслаждаясь проходящими за окном пейзажами, природой. Но дети повели себя не очень красиво. Они стали бегать по вагону, кричать, беспокоить других пассажиров. В конце концов, один из детей, подбежав к оратору, ударил его по ногам. Оратор спокойно встал, подошел к отцу и вежливо попросил. «Сэр, вы видите, что ваши дети никому не дают покоя в этом вагоне. Не могли бы вы сказать, чтобы они вели себя прилично?» После этого он спокойно сел на свое место, удовлетворенный тем, что сделал замечание тактично и с достоинством. Но события стали развиваться неожиданно. Отец некоторое время по-прежнему смотрел в окно, как будто ничего не произошло. Через несколько минут он повернулся к Кови, внимательно посмотрел на него и сказал, «Извините, что мои дети мешали вам и доставили беспокойство. Мы едем из больницы, где их мама ушла в иной мир. Я не знаю, что делать. Может быть, они таким способом справятся с этим?» Как вы думаете, что почувствовал этот американский оратор? Он пишет, что это был самый сильный урок, который преподнесла ему жизнь, и он не забудет его никогда. Нам нужно правильно жить, чтобы сквозь недостатки своего мужа видеть его достоинства. Нам нужны правильные очки, чтобы сквозь все недостатки своей жены видеть в ней богиню. Нам нужны правильные очки, чтобы сквозь все препятствия видеть свои мечты, свои цели, к которым мы стремимся. Иногда суть скрывается в абсолютно неприметных вещах. Если вы побывали на этом четвертом уровне, вы становитесь готовым к пятому. Именно там, на пятом уровне, происходят изменения. Появляется новое видение самого себя. Что это значит? Вы повторите это выражение и постарайтесь почувствовать его смысл. Новое видение самого себя. Мы живем в мире, где у всех есть мечты. В глубине души все мечтают чего-то добиться, сделать что-то хорошее. Посмотрите вокруг. Все в этом плане одинаковы. Но все-таки есть что-то особенное, что делает нас разными. Это то, насколько мы верим в свои мечты и наша способность видеть самого себя со стороны. Представьте двух человек, имеющих схожие цели. Один из них добьется желаемого, а второй нет. А почему? Разве он этого не достоин? Разве он не мечтал? Так что же делает нас разными? Это наш внутренний настрой. Ощущение себя в новом качестве. Если вы видите себя со стороны, если вы действительно способны изменить свою жизнь и реализовать мечты, у вас будет особенное состояние. Посмотрите на преуспевающую женщину, как она разговаривает, как звонит по телефону, как ходит. Ее поведение отражает ее внутренний настрой. Ведь как мыслят оптимисты? Если они опаздывают на поезд, то считают, что просто заранее пришли на следующий. У преуспевающих людей есть особенный дар. Это умение ощутить себя в нужном качестве. Представить себя успешным. Почувствовать себя победителем. Прича. Твое собственное мнение. В один оазис пришел молодой человек, попил воды и спросил у старика, отдыхавшего возле источника, какие люди живут здесь. Старик, в свою очередь, спросил у юноши, а какие люди живут там, откуда ты пришел. Куча эгистов с плохими помыслами, ответил юноша. Таких же ты найдешь и здесь, сказал старик. В тот же день другой юноша подошел к источнику, утолит жажду с дороги. Увидев старика, он поздоровался и спросил, какие люди живут в этом месте. Старик в ответ задал тот же вопрос, а какие люди живут там, откуда ты пришел. Прекрасные, честные, гостеприемные, дружелюбные. Мне было больно расставаться с ними. Таких же ты найдешь и здесь, признес старик. Один мужчина, слышавший оба разговора, спросил, как ты мог дать два таких разных ответа на один и тот же вопрос, на что старик ответил, каждый из нас может видеть только то, что несет в своем сердце. Тот, кто не нашел ничего хорошего у себя дома, не сможет отыскать ничего другого, ни тут и ни в любом другом месте. Если нам что-то не нравится в окружающем мире, то больше всего нас расстраивает не само явление, а наше мнение о нем. Вам в блокнот. Измените себя в самом начале пути. Сделайте так, чтобы у вас была доброта от силы, чтобы потом, когда вы чего-то добьетесь, это проявлялось в благородных поступках. Мы достигаем уровня под названием очки, когда мы смотрим на этот мир своими глазами, имеем свой взгляд на вещи, умеем увидеть главное за множеством второстепенных вещей. Оправдание всегда можно найти. Но нравится ли вам быть в положении, когда приходится постоянно оправдываться? Ведь никакое оправдание не заменит результата. Не лучше ли все изменить и добиться своих целей, реализовать свои мечты? Иногда решение находится не там, где нам кажется. Нам нужно правильно жить, чтобы сквозь все недостатки своего мужа видеть его достоинства. Нам нужны правильные очки, чтобы сквозь все недостатки своей жены видеть в ней богиню. Нам нужны правильные очки, чтобы сквозь все препятствия видеть свои мечты, свои цели, к которым мы стремимся. Иногда суть скрывается в абсолютно неприметных вещах. Главное – не обмануться в ориентирах. У преуспевающих людей есть особенный дар – это умение ощутить себя в нужном качестве, представить себя успешным, почувствовать себя победителем. Этому необходимо научиться. Авторитетное мнение. Усердие преодолевает трудности, лень их создает. Бенджамин Франклин Символ богатства Вы заметили, что в каждой религии есть свои символы. Каждая страна имеет свой герб и флаг. Как вы думаете, почему? Зачем они нужны? Символ дает силу. Если вы найдете в своем доме какие-нибудь вещи, принадлежавшие вашим предкам, они будут для вас бесценными, потому что напоминают о связи поколений, являются символом прошлого. Так у богатства существует свой символ. Если вы придете в какую-нибудь коммерческую компанию, то сразу увидите на входной вывеске и на стенах офиса логотип этой компании, символизирующий сферу деятельности и ее успехи. И вы начинаете верить в эту компанию. Символ богатства точно так же наделяет нас силой и уверенностью. Если вы встанете в храме перед новой иконой, а затем перед старой, ощущения будут разные. Старая икона, словно впитавшая в себя чувства и чаяния прошлых поколений, дает нам самые сильные и светлые ощущения. Порождает трепет, вызывает на глазах слезы. Неважно, какая вера у вас. Побывайте в старых храмах. Когда я был в Мекке, то испытал ощущение, которое невозможно описать. Я трогал камень. Это был обычный камень. Но в нем было что-то особенное. Неподвластное времени. То, что невозможно увидеть глазами. Это было что-то такое, что веками вкладывали тысячи и миллиарды людей. Ты находишься там, но кажется, как будто твое тело тебе не принадлежит. И ты его не чувствуешь. Ты как будто в другом мире. У тебя нет никаких мыслей. Ты просто смотришь, и у тебя текут и текут слезы. И ты не знаешь, почему ты плачешь. Вот почему для нас очень важны символы. Вы можете сами придумать для себя символ богатства. определить его дизайн. Этот символ должен быть там, где вы спите и где работаете. Он должен сопровождать вас везде. Когда вам будет трудно, когда почувствуете отчаяние или просто усталость, посмотрите на символ богатства. И вы увидите, что он наполняет вас энергией и силой. И это ощущение необъяснимо. Авторитетное мнение. Учиться и не размышлять напрасно терять время. Размышлять и не учиться губительно. Конфуций. Упражнение с деньгами. Попробуйте использовать одно упражнение. Возьмите с собой все наличные деньги, которые у вас есть в настоящее время. И держите их всегда при себе, куда бы вы ни ездили. Это может быть сумма в 200-500-1000 долларов. Вам надо привыкнуть к постоянным деньгам, не опасаясь, что их могут украсть, что вы можете их истратить или просто потерять. Во-первых, это придаст вам уверенности. Во-вторых, вы научитесь аккуратно обращаться с деньгами и сдерживать себя в определенных ситуациях, когда их хочется потратить. Без этих качеств об управлении большими деньгами не может быть и речи. Всему этому я научился на практике. У меня была жесткая школа выживания, когда приходилось спать на вокзалах, ходить голодным, но при этом тратить все заработанные деньги на обучение, на приобретение знаний, которые потом помогли мне подняться и стать финансово независимым человеком. В первый раз я приехал в Москву просто отдохнуть и посмотреть на город, побывать на Красной площади. Когда деньги закончились и нужно было возвращаться домой, приехал на вокзал и попытался уговорить проводника взять меня на поезд без денег, объясняя свое положение и предлагая свой паспорт в качестве залога. Но он отказался. Теперь я благодарен этому проводнику за его непреклонность. Если бы я тогда уехал, все было бы по-другому. Там на вокзале со мной заговорил один человек. Пришлось объяснить ему свое положение и рассказать, как приехал посмотреть Москву, потратил все деньги и теперь не могу вернуться домой. В ответ он рассмеялся и сказал, ты знаешь, люди из многих стран приезжают сюда без денег, зарабатывают и уезжают с деньгами. Ты же приехал с деньгами, а уехать хочешь без денег, но у тебя не получается. Очень важно не быть глухим и услышать нужные слова. Господь обязательно через кого-то скажет, что делать. Будьте внимательны. Я ответил, что готов выполнять любую работу, но только где ее найти? Он опять рассмеялся и объяснил мне. Москва – большой город. Сюда приезжают и работают афганцы, вьетнамцы, корейцы, китайцы, не считая приезжих из республик бывшего СССР. И ты говоришь, что не сможешь здесь найти работу. Это неправда. И тогда я задумался и понял, что он прав. И твердо пообещал себе, что не вернусь домой, пока не заработаю приличных денег. Подходящую работу нашел довольно быстро и начал трудиться, не покладая рук. Чтобы собрать сумму, побольше экономил на всем, копил и откладывал. Но почти все собранные деньги однажды забрали милиционеры, которые воспользовались моим бесправным положением. У меня почти ничего не осталось. Жаловаться было некому, да и не имело смысла. Пришлось опять начинать сначала. Работать, экономить и откладывать. Но история повторялась снова и снова. Было очень обидно. Я не знал, что делать. Тем более, что сумма, которую у меня забрали служители порядка за несколько раз, по тем временам была уже довольно значительная. После последнего такого случая я остался совершенно без денег и был в отчаянии. Мне некуда было идти. Уже под утро поехал на метро в сторону Киевского вокзала, сошел на одной из станций, добрался до парка у Москва-реки, присел на скамейку и стал молиться. Господи, почему так получается? Почему я, трудолюбивый человек, честным трудом не могу добиться того образа жизни, о котором мечтаю? Это так несправедливо. Я молился и плакал. Именно тогда начали меняться мои взгляды, мое мировоззрение. Это было как озарение. Я посмотрел на себя. Мокрая обувь, грязная одежда, немытый и небритый. Три месяца жил на улице, чтобы собрать деньги и уехать домой. Разве о такой жизни мечтал? И тут я услышал свой внутренний голос, словно Бог решил мне ответить. У тебя были деньги, но ты не смог ими управлять. Ты бы мог тратить их разумно и лучше жить, но не сделал этого. Ты мечтал получить образование, но не только не учишься, но и работаешь так, как будто издеваешься над собой. И поэтому я забрал твои деньги. И тут ко мне пришло понимание, почему работая по 18-20 часов, люди никогда не становятся богатыми. Вспомнил про своего зятя. Он работал буквально на износ, вставал засветло, ложился позже всех, но ничего не менялось в его жизни. И у него в семье всегда кто-то болел. Если человек издевается над собой, трудится на тяжелой, изнурительной работе, не жалея себя, то Господь не дает ему богатства и забирает все деньги через болезни, инфляцию, непредвиденные обстоятельства и так далее. Человек не должен издеваться над собой, иначе Господь отнимет все, что он имеет. Ответ пришел сам собой. Я сам виноват во всем. Разве я мечтал приехать в Москву работать грузчиком? Нет. У меня всегда была мечта учиться в Москве. Очень многие люди думают так. Пока временно поработаю здесь, а мечту отложу на потом. И мне стало понятно, почему люди довольно часто остаются бедными. Потому что определяют достойные цели, а идут в совершенно противоположном направлении. Мы не осознаем одну важную вещь. Конечно, для того, чтобы добиться успеха, нужно много трудиться, победы даются нелегко. Бывает проще и легче плыть по течению. Но ничего не делая для достижения своей цели, ты быстро окажешься внизу. Если то, что ты делаешь, не приближает тебя к своей мечте, зачем ты это делаешь? Так ты скоро забудешь про свои первоначальные цели, и постепенно они превратятся в недосягаемый мираж. Вот что я понял. Многие люди мечтают об одном, а делают совсем другое. И со временем оказываются опять в самом начале. Если твое настоящее занятие не ведет тебя к богатству, значит ты сам сделал выбор. И тогда бедность – твоя судьба. И еще появилась мысль, словно озарение. Ты думаешь, если работать руками и ногами можно стать богатым? Ты знаешь хотя бы одного человека, который, занимаясь тяжелым физическим трудом, стал богатым? Нет, ни одного. И я пообещал себе, что больше никогда не пойду на такую работу. Потому что понял, что у меня есть выбор. Либо я зарабатываю физическим трудом, либо своим умом. Господь нас никогда не оставит, поверьте. Там, на скамейке под дождем, весь промокший, не зная, что делать, я молился и просил у бога мудрости и понимания. Машинально снял туфли, чтобы вытряхнуть то, что в них попало. И вдруг увидел на подошве две купюры по пятьсот рублей. Вначале я не поверил, думал что-то вроде наклеек. Взял их в руки, подержал. Оказались самые настоящие. И вот я тогда твердо пообещал себе, что все изменю. И эти деньги будут началом моего богатства. Стоило мне принять решение, и моя жизнь изменилась, как в сказке. Я верю в это. Сразу после того, как нашел деньги на подошвах своей обуви, пообещал себе, что обязательно научусь управлять деньгами. Так и случилось. Нужно научиться управлять деньгами до того, как они появятся. И когда они появятся, будет легче. Бода Шефер сказал, нужно научиться управлять деньгами до того, как они появятся. И когда они появятся, будет легче. И еще в голову пришла мысль, что в мире всего в изобилии. Господь дал нам столько природных богатств на земле, под землей, в воде и под водой. Но мы всего этого не ценим. Тогда же я понял, что у меня нет того внутреннего состояния, которое было раньше. Что-то изменилось во мне. Я ведь вырос в состоятельной семье, всегда хорошо одевался. У меня всегда были деньги, пока перестройка и война все не изменили. Но в последнее время перестал следить за собой. Не обращал внимания на свою одежду, давно не покупал дорогих вещей, хотя часто бывал при деньгах. И теперь у меня не было ощущения собственной состоятельности. Я уже не был похож на себя. Грязная одежда, грязная обувь, заброшенная жизнь. И вдруг поймал себя на мысли, что постоянно испытываю страх потерять деньги. В меня, в мое тело буквально впитались привычки бедности. Это происходит неосознанно. Но если так продолжать, привычки так и останутся во мне. Я не хотел этого и твердо сказал. «Я разрешаю себе быть богатым. Я буду жить очень богато». Именно после этого решения произошло необычное. Я начал хорошо зарабатывать. Начинал со 100 рублей. Через две недели стал зарабатывать по 300-500 тысяч рублей в день. Обычная еда стоила 20 рублей. На 300 рублей можно было пошиковать в солидном заведении. Знаете, что я делал? Ту найденную тысячу я не трогал. А все остальное тратил. Ставил перед собой цель – истратить все имеющиеся деньги. Ходил в самые дорогие рестораны, заказывал самые изысканные дорогие блюда, покупал самую дорогую одежду, чтобы почувствовать себя богатым человеком. У меня была такая мысль. Лучше я сам истрачу эти деньги, чем у меня их кто-то заберет. Ко мне тогда пришло очень важное понимание. Как ты к себе относишься, так и другие будут относиться к тебе. Если сам себя не уважаешь, то и люди будут относиться без должного уважения. Вот почему я считал необходимым посещать дорогие рестораны, шикарно одеваться и так далее. Еще делал так. Подходил к таксисту и спрашивал, сколько стоит час езды. Он говорил, что это зависит от того, куда ехать. Я отвечал, что мне никуда не надо, просто хочу покататься. Таксист удивлялся. Зачем тебе это? Знаешь, у меня всегда была мечта проехаться по Москве и увидеть ее улицы, объяснял я. И каждый день он возил меня по Москве и получал за это хорошие деньги. Почему я так делал? Чтобы почувствовать себя богатым, чтобы быть более уверенным. Когда человек чувствует и ведет себя уверенно, у него все получается. Через некоторое время я начал ощущать себя богатым человеком. Я начал зарабатывать по полторы-две тысячи рублей в день. В те годы это было примерно 400-500 долларов. В Таджикистане можно было на такие деньги купить квартиру. С этой же целью я ходил на вокзал. Находил тех, кто недавно приехал в Москву, пока не нашел хорошей работы и испытывал определенные трудности. Мне было неважно, откуда приехал и какой национальности человек. И кормил всех за свой счет. Бывало по 50-100 человек за один раз. И все были очень благодарны. Самое интересное, что я начинал чувствовать себя богатым человеком. Знаете, как это приятно, когда кому-то что-то отдаешь. Махатма Ганди говорил, «То, что ты получаешь, позволяет тебе выживать. А то, что отдаешь, помогает тебе жить». Эти слова я запомнил на всю жизнь. И продолжал ходить на вокзал и кормить этих ребят каждый день, две недели подряд. Вы знаете, еще недавно я зарабатывал 100 рублей в день и 20 рублей тратил на еду. А теперь снял себе самую дорогую квартиру и жил в комфорте и уюте. Если ты не боишься и разрешаешь себе ощутить себя богатым, к тебе приходит новая жизнь, полная достатка и успеха. Нужно разрешать себе почувствовать состояние богатства. Там, на скамейке, я ненавидел свой образ жизни. Ненавидел милиционеров, забирающих мои деньги. Мне было больно и обидно. А сейчас я благодарен им. Если бы не они, я бы не стал тем, кем сейчас являюсь. Тогда я был зол на них и думал, что когда вернусь к себе в республику, выгоню всех русских. А сегодня чувствую себя совсем другим человеком. И когда приезжаю в Таджикистан и вижу на улице русскую бабушку, я подхожу к ней и стараюсь чем-нибудь помочь. Что-то подарить, сказать ей добрые слова, потому что понимаю, как это непросто жить в чужой стране. А когда бываю в Москве, непременно стараюсь прийти на то место, присесть на знакомую скамейку и просто посидеть. И это дает мне силы и помогает идти вперед. Часто люди вроде бы понимают то, что я рассказываю о себе. Но не все могут позволить себе поверить в это. Кто-то способен убедить себя в том, что он обязательно добьется успеха. И у него все получается. А кто-то каждый день убеждает себя в том, что у него все равно ничего не выйдет. В любом случае, человек, делая свой выбор, прав. Для себя я понял главное, что есть две категории людей. Первое. Одни работают руками, а головой считают деньги. Сколько-то нужно отдать жене, сколько-то отдать за квартиру, сколько-то уйдет на долги и так далее. Второе. Другие зарабатывают головой, а руками считают деньги. Это понимание навсегда изменило мою жизнь. И действительно, через два месяца после решения изменить свою жизнь, я стал администратором киевского рынка. Через полгода купил двухкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте. А через год у меня был в Москве свой дом. Кто-то работает в этом городе всю жизнь, но тем не менее не может приобрести себе жилье. Я же это сделал за полгода. И в вашей жизни наступит такой момент, когда за один день вы заработаете больше, чем за целый год. Но только в том случае, если вы примете твердое решение и не отступитесь перед трудностями. Господь никогда не оставит человека. Есть такая притча. Однажды по пустыне шел человек. Он очень устал, потому что путь длился уже много дней, и его мучила жажда. И вот когда силы путника были на исходе, он стал молиться. Господи, я умираю от жажды. Ты во всех священных книгах обещал, что ты поможешь, что ты всегда будешь с нами, что в самые трудные минуты ты нас поддержишь. Но я иду много дней, у меня уже нет сил. За спиной только следы моих ног, тебя со мной нет, я один. Помолившись, в слезах от усталости и изнеможения человек уснул. И увидел во сне два отражения в небе. Он спросил, Господи, что это такое? И Господь ответил ему, следы, которые ты видел на песке, «Это мои следы. Я нес тебя на руках». Авторитетное мнение. Там, где нет воли, нет и пути. Бернард Шоу. Денежные мускулы. Вы чувствуете, что постепенно набираетесь уверенности. Вам постоянно необходима вера в себя. Когда вы приходите в магазин и вдруг видите какую-нибудь вещь, которая продается по цене в полтора раза дешевле, чем в других местах, вам хочется ее купить. Даже если вы не планировали покупку, потому что точно такая же у вас уже есть. Если продавщица захочет помочь с выбором, вы ей вежливо откажете, сказав, что просто смотрите. Но вы чувствуете, что можете купить эту вещь, если пожелаете. Наличие денег вселяет уверенность. Особенно это заметно у женщин. Понаблюдайте за ними в каком-нибудь магазине. Вы практически с первого взгляда можете определить уровень дохода каждой из них. Если кто-то из родственников состоятельнее, чем другие, в гостях он и говорит больше. Это происходит само собой. Поэтому, когда вы носите с собой деньги, вы тренируете денежные мускулы. Это похоже на репетицию певца, который готовится месяцами, чтобы потом один раз спеть. А на подготовку одного музыкального альбома порой уходят годы. И не надо бояться, что деньги могут украсть или вы их потеряете. С деньгами вы будете дисциплинированнее. Американские ученые провели уникальный эксперимент. Они сфотографировали 500 человек и у каждого из них спрашивали, чего он боится. Одни сказали, что боятся ограбления, другие быть убитыми. Все их ответы строго фиксировались. Затем фотографии отвезли в тюрьму и стали показывать настоящим грабителям и убийцам с вопросом, кого бы они выбрали в качестве жертвы для своих преступлений. Эксперимент показал, что грабители чаще всего останавливали свой выбор на тех, кто боялся ограблений. Убийцы же выбирали именно тех людей, которые боялись быть убитыми. При этом объяснить свой выбор преступники не могли. Поэтому постарайтесь побороть свои страхи. Помните, что негативное психологическое состояние притягивает неприятности, провоцирует преступников. Очень важно бороться со своими страхами и тренироваться, чтобы уверенно носить при себе большие суммы. Был такой случай в Астане. На одном из тренингов после темы о денежных мускулах женщина заявила, что не боится носить с собой большие деньги. Потому что у нее 25-летний стаж кассира. И она всегда носит с собой значительные суммы. Я сказал ей, хорошо, давайте мы вам дадим 20 тысяч долларов. И сутки вы будете постоянно ходить с ними, а завтра вернете. Она согласилась. Я дал ей эту сумму, она спрятала деньги в сумку и ушла. После этого я другим своим ученикам дал задание поехать за этой женщиной и снять на камеру весь ее маршрут. И снятые кадры показали, что когда испытуемая ехала в микроавтобусе, то крепко прижимала к себе свою сумку. Лицо у нее было очень напряженное, серьезное. Было заметно, как женщина волновалась, переживала. Когда же она вышла из маршрутки и подошла к своему дому, то увидела у подъезда группу незнакомых людей. Это тоже были мои ученики. Они просто стояли и разговаривали, наблюдая, как женщина не решается пройти мимо них в свою квартиру и ходит вокруг дома. Она сделала уже два круга, когда ученики позвонили мне и рассказали про сложившуюся ситуацию. Я попросил их отойти от ее дома. Как только они ушли, испытуемая быстро забежала в квартиру. А когда на следующий день она пришла на занятия и сдала деньги, мы вместе просмотрели видеозапись. Увидев свое напряженное лицо на экране, она, конечно, призналась, что все-таки это очень непросто носить с собой большие суммы, не опасаясь за них. Все любят наличные деньги, но боятся взять ответственность за крупную сумму. Страх потерять мешает уверенно вести себя в таких случаях. Когда я говорю на тренингах, что надо ставить свои возможности выше денег, все слушатели понимают и соглашаются с этим. Но когда доходит до реальных денег, не каждый из них может преодолеть свои опасения и страхи. Однажды я провел эксперимент с несколькими группами в разных городах. Во время тренинга я попросил участников принести на следующий день на занятия все имеющиеся у них дома наличные деньги, объяснив это необходимостью использовать эти деньги в обучающей игре. Все принесли. Суммы были разные, в зависимости от состоятельности участников. Деньги были тщательно подсчитаны, переписаны вплоть до серий и номеров, и сданы ответственному лицу, который затем передал их мне. Заканчивая тренинг, я объявил, что все деньги останутся у меня и будут храниться до следующего года. Ровно через год эти деньги будут всем возвращены. Я объяснил, что делается это для того, чтобы участники тренинга на практике смогли понять одно из основных правил успешных людей. Ставьте свои возможности выше денег. Тогда они придут к вам и будут служить вам. Теоретически все участники тренинга это правило поняли, приняли и взяли на вооружение. На практике это сделать гораздо сложнее. Мешают сомнения, страхи, неуверенность в своих силах. Реакция на мое заявление была у всех, конечно, разной. Кто-то хмурился, кто-то улыбался, кто-то был спокоен и думал о чем-то своем. Из четырех групп, с которыми был проведен этот эксперимент, только две выдержали испытание и смогли перебороть свои страхи. При этом в Санкт-Петербурге одна девушка плакала в кабинете, объясняя, что у нее украли машину, и эти деньги ей прислали родители на покупку нового автомобиля. Но когда я предложил ей успокоиться и забрать свои деньги, она со слезами на глазах отказалась. Видно было, что она боролась с собой. Ей, конечно, по-прежнему хотелось вернуть свои деньги, но она уже осознала принципы успешных людей и не хотела проявлять слабость. Деньги она не взяла, и это была ее маленькая победа. Именно такие люди добиваются своих целей и становятся состоятельными. Участники другой группы настойчиво расспрашивали меня, действительно ли деньги останутся на хранении до следующего года. Я ответил, что не шучу, и это на самом деле так. Тем более, что я завтра уже уезжаю. После занятий все разошлись, но видно было, что сомнения не дают им покоя. Оставив в тот же вечер все собранные деньги старости группы с просьбой раздать их на следующий день, утром я приехал на вокзал. К моему удивлению, там меня ожидала почти вся группа. Видимо, они не смогли перебороть свои страхи. Когда я объяснил, что все деньги находятся у старосты, и он сегодня же должен вернуть их участникам тренинга, они поняли свою ошибку. Сомнения оказались сильнее их. Те же из участников тренинга, которые смогли перебороть себя, встретились со мной через год и благодарили меня за полезный урок. Нерешительность хуже неудачи. Лучше пробовать и ошибаться, чем ничего не делать. Ошибки оставляют нам опыт и знания. От нашей нерешительности остаются страх и сомнения. Истинное понимание этого правила дает человеку силу и уверенность в себе, указывает дорогу к успеху. Если вы не сможете спокойно и уверенно относиться к деньгам, все равно большим или маленьким, значит никогда не сможете стать богатым. Если вы боитесь даже маленьких денег, то никогда у вас не будет больших. Поэтому постарайтесь вырабатывать мастерство. Ставьте свои возможности, свою профессию выше денег. Только тогда вы сможете стать успешным и независимым человеком. Знаете, кого можно назвать независимым человеком? Того, кто может выполнить все, что обещал себе, жене, детям, друзьям. Если вы обещали сделать свою жизнь сказкой – сделайте. Если обещали развивать свои таланты, развивайте. Если обещали, что найдете общий язык с родственниками супруги, как бы вам это ни было трудно – найдите. Если обещали дать детям хорошее образование – дайте. Это и есть настоящая свобода – независимость. Мне кажется, мы все этого достойны. Вас могут спрашивать, ну зачем вы носите с собой такие деньги? А вы отвечаете, что тренируете денежные мускулы. И продолжайте носить, даже если вас посчитают странным. Ведь лучше быть странным, но богатым, успешным, счастливым, чем очень рассудительным, но бедным неудачником. Был такой случай. Однажды я вылетел из аэропорта в Москве, и при мне было около сорока с лишним тысяч долларов. Вполне приличная сумма. Деньги лежали в кармане куртки, которую я снял и положил на свой багаж. До рейса оставалось еще немного времени, и я решил сходить в туалет. Но, сделав шаг в его сторону, я вдруг вспомнил. Там, в куртке, лежат деньги. Целых сорок тысяч. И хотя я попросил стоявшую рядом женщину присмотреть за вещами, все равно мне захотелось вернуться и взять деньги с собой. Мало ли что, может произойти в мое отсутствие. Мне очень захотелось вернуться, но я остановил себя и сказал, «Или ты пойдешь спокойно по своим делам, не думая и не переживая из-за этих денег, потому что у тебя большие планы. Или вернешься и смиришься с теми деньгами, которые у тебя есть, и будешь довольствоваться этой суммой». И я усилием воли заставил себя уйти, хотя у меня дрожали ноги. Я убеждал себя, что не хочу остаться на уровне этой суммы, что у меня есть большая мечта, и я не буду переживать и беспокоиться из-за этих денег. Но с каждым шагом у меня появлялись все новые и новые сомнения. А вдруг куртка упадет и они вывалятся на пол? А вдруг кто-то заденет вещи и заметит эти деньги? Тысячи подобных мыслей вертелись у меня в голове. И даже в туалете на унитазе меня не покидало беспокойство. Дошло до того, что я подумал, может быть мне встать и сходить посмотреть, всё ли в порядке с деньгами, а затем вернуться и продолжить. Настолько я боялся потерять эту сумму. Сейчас мне это кажется смешным. А тогда всё было очень серьёзно. Но всё-таки я сумел преодолеть свои страхи. Потому что страхи тянут нас назад. Они мешают реализовать свою мечту, они лишают нас уверенности, они заставляют нас смириться с маленькими результатами. Не поддавайтесь своим страхам, верьте своей мечте и запомните, что если у вас попросят деньги в долг, вы можете дать, но только 10% от той суммы, что вас попросили. Вам в блокнот. Символ богатства должен быть там, где вы спите и где работаете. Он должен сопровождать вас везде. Когда вам будет трудно, когда почувствуете отчаяние или просто усталость, посмотрите на него и вы увидите, что он наполняет вас энергией и силой. И это ощущение необъяснимо. Многие люди мечтают об одном, а делают совсем другое. И со временем оказываются в самом начале. Если ваше настоящее занятие не ведёт вас к богатству, значит вы сами сделали такой выбор. И тогда бедность – это ваша судьба. Бодо Шефер сказал, нужно научиться управлять деньгами до того, как они появятся. И когда они появятся, будет легче. Махатма Ганди говорил, то, что ты получаешь, позволяет тебе выживать, а то, что отдаёшь, помогает тебе жить. Есть две категории людей. Первая. Одни работают руками, а головой считают деньги. Столько-то нужно отдать жене, столько-то отдать за квартиру, столько-то уйдёт на долги и так далее. Вторая. Другие зарабатывают головой, а руками считают деньги. Вы должны сами сделать свой выбор. Люди довольно часто остаются бедными, потому что определяют достойные цели, а идут в совершенно противоположном направлении. Если вы не боитесь и разрешаете себе ощутить себя богатым человеком, к вам приходит новая жизнь, полная достатка и успеха. Если вы не сможете спокойно и уверенно относиться к деньгам, всё равно большим или маленьким, значит никогда не сможете стать богатым. Если вы боитесь даже маленьких денег, то никогда у вас не будет больших. Поэтому постарайтесь вырабатывать мастерство. Ставьте свои ощущения, свою уверенность, свои возможности, свою профессию выше денег.